Шуба мягкая, рухлядью подбита, сарафан излощенный из орчатой ткани, золотной тесьмой украшена шелковым подкладе. Это платье еще скромно, а в сундуках припрятано. Что у княжны какой, а то и по поле. 27 июня Соликамский краеведческий музей стал участником краевого фестиваля традиционного костюма «Дресс Строганов», который прошел в парке истории реки Чусовая и собрал свыше 100 участников. Это не только этнографический проект, но и возможность узнать много нового об истории традиционного костюма разных национальностей, проживающих в России и хранящих уникальную историю. Свои наряды представила театральная студия «Коренушка» и весьма достойно на Соликамскую землю привезла первое место в номинации «Сценический костюм в народном стиле». Вообще на этот фестиваль мы съездили в первый раз, хотели посмотреть, что там будет за движуха, какие костюмы и так далее. И мы показали себя, выступили, показали свой номер и даже не думали, что мы займем первое место. Поделились ребята и тем, как готовились к событию. Подготовка к этому фестивалю была очень сложная, потому что нам не хватало людей, мы очень долго думали, как мы будем делать эти переодевания. Отрепетировали все за неделю, и все это было очень сумбурно, быстро, и постоянно не хватало времени что-то сделать, но в конце концов мы заняли первое место. Я поучаствовала в этом мероприятии, я очень рада, что туда пришла. Хотелось бы еще, если предложат, то обязательно приду. На краевой фестиваль традиционного костюма «Дресс Строганов», который проходит уже четвертый год, наши музейщики заявились впервые. При Краевеческом музее 10 лет действует театральная студия «Коренушка», которая рассказывает посетителям истории, связанные с Соликамском конца 17-го, начала 18-го веков, о воеводстве, о том, как дочка воевода Аленка грамоте училась, как на Руси Новый год встречали и прочие события. Все это происходит при соответствующих декорациях и традиционных костюмах. Потому что решили, что у нас есть что показать, есть кого показать. Мы посмотрели, номинация была сценического костюма, и мы, в принципе, так подумали, что, скорее всего, должны мы хорошо себя показать именно в этой номинации. И показали все 12 образов от знатного рода до посадского народа, состоящие из женских и мужских костюмов. Воевода, боярин, солепромышленник, соленос, кузнец, крестьянин и так далее. Здесь сложность в том, что, если, допустим, простой костюм крестьянина, как посадского человека, есть у нас образцы в фондах Кровеческого музея, и создавая костюм, обязательно мы работаем, именно опираясь на исторический материал. То здесь, допустим, костюм уже боярина, воевода знатного, князья, ставленники государя были. Естественно, это московская мода, которая к нам приезжала, по сути дела, вместе с носителем, так скажем. С этим было посложнее, однако ребята справились. Они создавали не повторы исторических костюмов, а сценические образы для своих театральных постановок с опорой на историю. Ткань бралась разная – лен, шелк, тофта, атлас. Отделку создавали сами, тесьму окрашивали вручную, пуговицы и головные уборы мастерили своими руками. Уже на фестивале Коренушка представила плоды своего творчества в двух частях – пояснительной и увеселительной. Был поставлен танец, в контексте которого – отрывок из жизни посадских людей из знатного рода. Гордятся своими земляками Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания Соль-ТВ.